Медиагруппа «Авангард» представляет Для эффективного противодействия угрозам необходимо собирать все события информационной безопасности и принимать решения на основании их анализа. В определенный момент времени понимаешь, что невозможно просмотреть все события, невозможно их проанализировать. Поэтому для управления инцидентами было принято решение о необходимости внарения сока. Изначально руководство банка ставило задачу по построению собственного сока. Ввиду сжатых сроков и ограниченных людских ресурсов было принято решение о подключении внешнего сока как услуги. Как раз год назад на сокформе представилась возможность получить информацию об услуге внешнего сока от различных компаний. В итоге были достигнуты договоренности о проведении пилота с тремя компаниями, представляющие сок как сервис. Решение выбиралось по следующим критериям. Наличие B-экспертизы у исполнителя, уровень стоимости представляемых услуг и скорость внедрения в инфраструктуру. Не все решения полностью отвечали ожиданиям банка. Где-то стоимость выходила за рамки бюджета, где-то длительное время реакции на выявленные события B. По результатам пилотного проекта было выбрано оптимальное решение, отвечающее требованиям банка. Это сок от компании Ангары. Во время внедрения сок банк глубже увеличил свою инфраструктуру, повысил эффективность процессов, получил помощь в оптимальной настройке средств защиты для сбора необходимой информации, решил проблему получения копии трафика на арендованной виртуальной инфраструктуре. На текущий момент у банка есть сок, а у сотрудника службы информационной безопасности здоровый сон. У банка появился инструмент, позволяющий в онлайн-режиме получать информацию о событиях в инфраструктуре, в том числе для нужд IT. Наличие сок банку позволяет выполнять требования регулятора, вести журналы всех событий информационной безопасности. В планах это интеграция сок с новыми средствами защиты, постановка на мониторинг элементов IT-инфраструктуры, расширение зоны покрытия агентами инфраструктуры банком, внедрение области ТОВАФ как сервис и интеграция его сок. На этом все. Передаю слово Оксане. Итак, коллеги, если заказчик пришел к провайдеру, значит он готов к его услугам. При подготовке подключения к услуге мы в первую очередь определяем список информационных систем, которые необходимо подключить к соку и определяем их критичность. Со стороны заказчика необходимо заполнить базовые контроли, заполнить матрицы коммуникации и эскалации. На втором этапе, на этапе непосредственной настройки, мы согласуем с заказчиком перечень выявляемых инцидентов, внедряемся и настраиваем процессы выявления и обработки инцидентов информационной безопасности. Заказчику помогаем устанавливать компоненты и настраиваем источники событий. Обычно второй этап, именно настройка, занимает больше всего времени, в среднем от одного месяца. Но в нашем случае, благодаря тому, что вместе с заказчиком мы были оба заинтересованы в том, чтобы внедрить быстрее услугу, первый и второй этап у нас занял всего один месяц. Далее наступает уже этап эксплуатации, который длится на протяжении всего действия предоставления услугу и имеет свою периодичность. На этапе эксплуатации мы предоставляем услугу согласно соглашению об уровне сервиса со всеми КПА-ми, и со стороны заказчика уже происходит подтверждение и реагирование. В самом начале я говорила о заполнении базового контроля на этапе подключения услуги. Безусловно, конечно же, первым шагом является важным обследование инфраструктуры заказчика, который подключается к услуге сервис-провайдера. Но вторым шагом очень важно не упустить формирование базового контроля, потому что непосредственно, когда мы формируем базовый контроль вместе с заказчиком, мы включаем туда информацию о параметрах политиков безопасности, которые, как известно, индивидуальны для каждого клиента. Это сетевое взаимодействие, политика использования программного обеспечения, легитимного и нелегитимного, политика использования устройств и политика доступов. Мы все знаем, что у любой организации есть представление о том, что является отклонением от нормального поведения. И формирование базового контроля на начальном этапе услуги существенно экономит нам время на начальных этапах эксплуатации. Хотя, конечно, не исключает в будущем необходимость для дальнейшего постоянного его улучшения. Несмотря на то, что у любого сервис-провайдера параметры сервиса формализованы, в каждом заказчике так или иначе это индивидуальная работа. В процессе работы мы подстраиваем наши сервисы под заказчика для достижения максимального value и эффективности. Чтобы достичь энергетического эффекта между провайдером и заказчиком, помимо выявления и расследования инцидентов информационной безопасности, мы даем доступ ко всей собираемой информации. В принципе, заказчик видит всю ту же информацию, все те же дашборды и может осуществлять поиск событий, которые есть у наших аналитиков. Мы консультируем в случае возникновения вопросов, кастомизируем отчеты под заказчика, проводим совместную с заказчиком работу по снижению false positives, адаптируем уведомления о расследованиях и позволяем заказчику формировать пользовательские дашборды. Помимо этого, на периодичной основе мы предоставляем заказчику отчет по всем подключенным источникам с информацией о событиях, на которые стоит обратить внимание, которые так или иначе могут в будущем перерасти в инцидент информационной безопасности. И вся эта работа ведется на постоянной основе, так как любая система и инфраструктура, она как живой организм постоянно трансформируется. Конечно же, у нас есть статистика по выявленным инцидентам, статистика по выполнению KPI, которые заложены в SLA, статистика по доступности сервисов, но сегодня мне хотелось бы остановиться на других значимых результатах нашей совместной работы. Для нужд IT мы реализовали дашборды, отчеты, выявляем ошибки конфигурации, статистику по пользователю, нарушение версионности. По сути дела, согласовывая в самом начале бейзлайна и контролируя его соблюдение, мы оперативно предоставляем всю информацию в случае его нарушения. И мы не просто выявляем и реагируем, мы наглядно аргументируем и показываем узкие места в системе информационной безопасности. Коллеги, это на самом деле и есть та вспомогательная информация, которая очень часто не хватает для аргументированного диалога с руководством. При обосновании необходимости выбора того или иного решения той или иной системы. И как следствие в целом повышение уровня безопасности. Спасибо. Я бы задал такой вопрос, Оксана. Разделяете или не разделяете вы какие инциденты в каких сферах? Банковский клиент это очень интересный клиент, на самом деле. Очень спасибо за этот кейс. То есть инциденты по фроду входят в зону ответственности вашего СОКа? Инциденты по фроду на текущий момент не входят в ответственности нашего СОКа в рамках этого заказчика. Что было сложнее всего именно с этим конкретным заказчиком при выстраивании работы СОК? Сложнее было заключить договор, согласовать все именно параметры договора. То есть у нас получилось, что был пилот и был некий негативный опыт общения с предыдущими двумя СОКами. Поэтому здесь мы хотели именно в договоре, как говорили, застраховать все свои риски и получить именно то, что мы хотим. То есть вы уже были таким битым воробьем на предыдущих ваших примерах и уже знали, на какие грабли вы можете выступить? Мы знали, что мы хотим. Да, мы знали, что мы хотим. Мы знаем, что нас не устраивает. Поэтому как вот это… То есть мы месяц согласовывали договор и месяц внедряли. В данном случае СОК устанавливается на нашу инфраструктуру. Ну да, опыт агентов каких-то там заинтересов. Да, да, агенты и пару шлюзов, через которые все собирается. Очень большое внимание уделяли именно тому, что будет мониторить. То есть мы знали все наши минусы, мы знали, что мы хотим в первую очередь получить. Ну, со стороны исполнителя всегда на первом этапе это, во-первых, познание заказчика. Заполнение документов по инфраструктуре не всегда достаточно. И, конечно же, снижение фолз-позитивов, которые на первом этапе больше, чем уже сейчас, когда мы уже оказываем услугу. А так заказчик прям идеальный, да? Да, это одна из задач сервис-провайдера – наладить контакт с заказчиком. У нас нет плохих клиентов. Хорошо, спасибо. Я хотел бы уточнить вопрос, точнее ответ Сергея. Как я понимаю, был предыдущий опыт взаимодействия с другими подрядчиками. А почему не получилось изменить опыт взаимодействия с ними? То есть они не хотели меняться или вы уже не хотели продолжать? Ну, скорее всего, мы не хотели меняться. Задача была поставлена в сентябре-октябре, но это вот перед сок-форумом в том году. Время шло, решений не было, были только пилоты. И нужно было уже искать того заказчика, который готов именно под нас. Спасибо, понял. Выполнять наши именно желания, а не свои. Да, у меня тоже к Сергею такой вопрос. Там прозвучало слово «риски». Ну, то есть вам это помогает как-то тоже операционку по базу оценивать то, что вы, ну вот, отсорсинговый сок себе наняли? Или это как-то действительно помогло? То есть вот понятно, что банк, банк все равно должен оценить риски, банк должен оцениваться. В том числе, особенно эти пугалки Центробанка, что они сейчас начнут все-таки по ИБ операционным доначислять резервы. Вот вы это уже стали применять именно в этой деятельности? Да, Центробанк уже начал принимать данные требования. Информация о количестве инцидентов передается на ежемесячной основе в отделы рисков. И эта информация используется в расчетах. Вам проще стало после того, когда вы наняли аутсорсинговый сок, работать именно в этой сфере? Или это никак не повлияло на вашу отчетность по рискам? Мне стало проще и легче. То есть у меня уже есть готовая статистика, я ее просто передаю. Раньше мне приходилось ее собирать, запрашивать, войти, запрашивать там, здесь. Здесь у меня есть система, которая мне эту статистику ведет, и я ее могу в любой момент времени выгрузить. Появились ли новые направления, что вам хотелось бы от сока? Это со стороны заказчика, но и со стороны сервис-провайдера. Работая с заказчиком, здесь у вас тоже какие-то предложения появились, куда бы можно было расширяться? Ну, как я на последнем слайде сказал, у нас появились новые требования. Мы хотим не только получать информацию о событиях информационной безопасности. Мы хотим полностью мониторить IT-инфраструктуру. То есть мы хотим получать не только, что кто-то нас ломает, но и где у нас перегрелся сервер или процессор. И в данном случае данная система это позволяет. То есть мы выстроим такую же систему мониторинга не только событий B, но и событий IT. И второе – это интеграция с внешними системами, которые мы планируем в дальнейшем внедрять. Мы все знаем, что в том году был у банка серьезный киберинцидент. Как я понимаю, что сок банк начал строить сразу после этого. Вот просьба к Сергею, как с вами, прокомментировать. Правильно ли мы, во-первых, видим связь, что банк взломали, атаковали, деньги вывели, банк начал строить сок. И второе – какие ошибки вы учли? Нет, события здесь не связаны. События здесь связаны быстрее тем, что я появился где-то июнь-июль месяц в банке, и мы начали после этого строить сок. Те события между собой не связаны. Да, они нам помогли выработать дополнительные требования к соку, но не более. У вас сок полностью весь на аутсорсе? Вторая линия поддержки, третья? Служба и Б2 человека, поэтому мы только получаем уже готовые отчеты, либо готовые как бы… То есть всю инфраструктуру вашу знает исполнитель? То есть у вас вносятся какие-то дополнительные там серверы, вы сразу сообщаете это исполнителю, они сразу ставят это на мониторинг? Как налажен процесс? Система построена таким образом, что она сама видит наши появляющие новые сервисы, и я быстрее от аналитиков соку узнаю о новых серверах, нежели от своих IT-специалистов. Спасибо.